Александр Пичушкин родился весной 1974 года в подмосковных Мытищах. Отец бросил семью, когда сыну исполнилось 9 месяцев. Мама, Наталья Эльмурадовна, воспитывала сына вдвоем с отцом, дедушкой Александра. Через два года после рождения сына семья переехала из Мытищ в Черемушкинский район столицы Зюзина. Жили Пичушкины в многоквартирном доме по улице Херсонской. В четыре года Саша упал с качелей во дворе дома. С черепно-мозговой травмой мальчика доставили в больницу. После выписки сына из больницы мама заметила, что сын путает буквы ШСС. Позже, когда Александр Пичушкин пошел в школу, Наталья Эльмурадовна перевела его в логопедический интернат номер 138. Саша путал ШСС и в разговорной речи, и при написании. Мальчик рос тихим, не хулиганил, на него не жаловались учители и родители одноклассников. Он любил шахматы и сторонился компаний, был нелюдим. Качал мышцы, в кладовке квартиры дед установил перекладину, на которой Александр отжимался. Старше на 50 лет дед Эльмурад, фронтовик, стал другом и наставником внука. Но когда Александру Пичушкину исполнилось 14, у деда появилась женщина, которой он переехал. Внук расценил уход деда как предательство. Позже психологи скажут, что убийство битцеевским маньяком преимущественно пожилых мужчин, своего рода месть отцу и деду, бросивших Александра в детстве и юности. После окончания интерната Александр Пичушкин поступил в профессионально-техническое училище, где выучился на плотника. Подтянутый и спортивный Александр нравился девушкам и не стеснялся легкой картавости. Но мама Пичушкина не может вспомнить, чтобы у парня была девушка. А вот красивого однокашника, оставившего Саше записку, заканчивающуюся словом целую, она запомнила. Александр Пичушкин тянулся к пожилым мужчинам. По словам Натальи Эльмурадовны, ему недоставало отцовской любви. На срочную службу Пичушкина не взяли, после разговора в военкомате парня отправили в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко, откуда он, по словам мамы, вернулся изменившимся. С удвоенной силой принялся потягиваться на турнике. Но в 22 года Александр пристрастился к спиртному. В последние пару лет напивался так, что не мог подняться на свой этаж и ждал маму на скамейке у подъезда. Запои сменялись слезами, раскаянием и занятиями на турнике. До 2006 года Пичушкин трудился в супермаркете на улице Керченской грузчиком. После вывиха левой руки Александра прооперировали. В магазине его перевели из склада в зал, где он расставлял товары. До 32 лет Александр Пичушкин ни разу не был женат. Первое в своей криминальной биографии убийство маньяк совершил в 18 лет. Пичушкин задушил сокурсника по ПТУ Михаила Адичука летом 1992 года. По словам убийцы, тело парня сбросил в колодец, но останки Михаила не нашли. Александр Пичушкин сознался в преступлении через 14 лет, сказав, что первое убийство невозможно забыть, как и первую любовь. Количество будущих жертв Александру Пичушкину подсказали любимая игра в шахматы, убийца запланировал заполнить 64 клетки шахматной доски. Позже на допросе маньяк признался, что по мере приближения к заполнению всех клеток он запланировал купить классические русские шашки, на доске которых 100 клеток. Сначала Александр Пичушкин убивал людей асоциальных, бомжей-алкоголиков. Но потом переключился на знакомых, утверждая, что убивать тех, кого знаешь, особенно приятно. Массовые убийства начались с 2001 года, но правоохранительные органы не искали серийного убийцу. От трупов маньяк избавлялся одним способом, сбрасывал убитых в канализационные люки. Исчезнувшие москвичи попадали в список пропавших без вести. После поимки маньяка начальник курьяновских очистных сооружений назвал количество трупов, найденных в канализации. С 2001 по 2005 год работники нашли 29 трупов. По ним не заводились уголовные дела до момента признания Пичушкина в убийствах. Осенью и зимой 2005 года убийства в Битцевском парке участились. Трупы убийца не прятал, а оставлял на поверхности. На всех имелся фирменный знак, проломленный череп и вставленная в рану ветка или бутылка. В прессе появились заметки о маньяке, жестоко убивающем пожилых мужчин. Прокололся Александр Пичушкин на убийстве знакомой женщины. Сослуживицу Марину Москалеву он пригласил на свидание в парк. Сыну подростку Марина, уходя, оставила номер мобильного телефона Александра, у нее сломался телефон. Москалеву нашли убитой на второй день. Следователям оставалось определить человека, которому принадлежал номер. За убийцей пришли ранним утром, надев на него наручники в постели. На допросе Александр не отпирался и признался в убийстве Москалевой. Вскоре он сознался в остальных преступлениях и заявил, что является искомым битцеевским маньяком. Пичушкина отправили на принудительное лечение в институт имени сербского. Московская прокуратура поставила точку в расследовании летом 2007 года. Александра объявили виновным в совершении 52 преступлений. В том же году начался суд, окончившийся суровым приговором, подсудимый получил пожизненное заключение. Александр Пичушкин утверждал, что убил 61 человека, но потом называл цифры 62 и 63. Трое из них – женщины. Маньяк убил двоих, Ларису Кулыгину и Марину Москалеву. Мария Веречевой посчастливилась вырваться из рук маньяка. Убийца не раскаялся в преступлениях и на суде заявил, что не собирался останавливаться. В октябре 2007 Александра Пичушкина этапировали в колонию особого режима на Ямале «Полярная сова». Уже в ноябре он обжаловал приговор, прося сократить наказание до 25 лет. Верховный суд отклонил касаться. В 2008 году Пичушкин написал матери первое письмо, в котором перечислил все необходимое, что ему понадобится в тюрьме. У Александра Пичушкина завязалась переписка с женщиной по имени Наталья, которая призналась ему в любви и согласилась стать женой. По неподтвержденной информации, свадьба в колонии не состоялась из-за гневных писем родственников жертв маньяка, обратившихся к руководству.